Тот июньский день начинался для Олега буднично. Он скачал по звонку будильника, наскоро сполоснулся под душем, оделся, перекусил бутербродом и почти бегом покинул квартиру. Обычно Олег так не спешил, не было острой необходимости считать каждую минуту. Но его друг и компаньон Борис вот уже вторую неделю как наслаждался отпуском. Приходилось управлять фирмой в одиночку и словно нарочно именно в это время навалилось полно дел и проблем. Зато на дороге повезло. Хотя наступил самый час пик, пробок не было, так что добраться до офиса удалось быстро. Часы показывали ещё без 15.9, когда Олег зашёл в приёмную. Сотрудники фирмы Краузер Дизайн пока не появлялись. Только секретарь Ирина, миловидная хрупкая блондинка, уже включила компьютер и расположилась за своим столом. Это было в порядке вещей. Ирина появлялась в офисе рано, а уходила, как правило, позже всех. Олег на ходу бросил ей «Привет». «Привет. Вчера вечером заказчик звонил. Ну, тот, у которого коттедж недалеко от Васильевского». «Что сказал? Я уж не стала с тобой созваниваться. Рабочий день давно закончился. В общем, заказчик рвёт и мечет. Там что-то напортачили с лепниной на потолке. И с дизайнером конфликт. Почему ты мне вчера не сообщила? А зачем заранее настроение портить? Ты хотя бы ночью спал спокойно. Всё равно же сегодня узнал». Ирина за почти шесть лет работы в компании твёрдо усвоила, не нужно торопиться сообщать начальству плохие новости. Довольно часто подобная тактика срабатывала, и проблемы потихоньку рассасывались сами собой в рабочем порядке. Однако сейчас на такое не стоило надеяться. Это был очень важный и выгодный заказ по благоустройству участка и внутренней отделке загородного дома. Скорее, даже современного замка. И любой конфликт мог обойтись исключительно дорого. Раньше проект курировал Борис, но теперь он находился далеко. Возможно, уже собирался на пляж. Или уже загорал на морском берегу. «Вот только этого не хватало», — сказал Олег. «Сейчас позвоню, выясню, в чём дело. Кофе мне приготовь, пожалуйста». Он открыл дверь в свой кабинет, швырнул на стол принесённую с собой кожаную папку, сел в кресло. Сразу звонить заказчику не стал, всё-таки было ещё рановато. Вдруг требовательный господин ещё изволит почивать. Лучше отложить неприятный звонок на некоторое время. Олег открыл ноутбук, отправил несколько писем, потом проверил вчерашние счета, полистал папку с недавно обновлёнными прайсами. Созвонился с дизайнером, выслушал его версию конфликта. В кабинет проскользнула Ирина с чашкой, над которой поднимался соблазнительный кофейный аромат. «Вот, готово. Ты не забыл, что тебя сегодня на открытии интерьерной выставки ждут?» Не забыл, конечно. Однако визит в выставочный центр сорвался. Когда Олег позвонил Павлу Константиновичу, тому самому разгневанному заказчику, выяснилось, что придётся выезжать на место. «Приезжайте сами и посмотрите, что ваши работнички натворили. И дизайнер ваш их покрывает. Я его просто выставил за дверь. Ничего общего с проектом и тем, что получилось». Павел Константинович прислал по Ватсапу фотографии. На первый взгляд потолочная лепнина смотрелась превосходно. Однако, по мнению заказчика, качество было ниже плинтуса. «Хорошо, Павел Константинович. Я сегодня приеду, и мы всё решим. Когда вам удобно?» «До обеда. Потом мне будет некогда с вами заниматься». «Договорились. Я скоро выезжаю». Олег завершил разговор и тяжело вздохнул. Тащиться в такую даль, выслушивать претензии и пытаться всё исправить с минимальными расходами, разумеется, не хотелось. Но делать было нечего. Заказчик всегда прав. Он снова взял телефон, построил маршрут на карте. Предстояло два часа добираться до деревни Васильевская и потом ещё примерно полчаса до резиденции заказчика. Все планы на день рушились. Какая же досада, что Борис очень не вовремя взял отпуск. Олег уже проехал почти половину пути, когда вспомнил, что толком не позавтракал, а на обед в скором времени не стоит рассчитывать, если только заказчик не сменит гнев на милость и не пригласит к столу. Хотя это вряд ли. Олег как раз проезжал мимо одинокого магазинчика на трассе, остановил машину, наведался в магазин. Выбор там оказался небогатым, зато всё-таки нашлись пирожки, упаковка апельсинового сока и мороженое. С этими покупками Олег вышел наружу. Вытащил из кармана телефон, чтобы ответить на звонок Ирины и решить мелкий рабочий вопрос. По встречной полосе проехал тяжело гружённый КАМАЗ, потом снова воцарилась тишина. Трасса была абсолютно пустой. Непривычно всё вокруг выглядело после вечных городских пробок. По обе стороны свободной дороги раскинулось зелёное пространство. Воздух был прохладным и свежим. Олег засмотрелся на озеро, видневшееся чуть пооддаль, на фоне берёз и молодых елей. По зеркальной глади воды плавали кувшинки. В голубом небе порхали какие-то мелкие пташки. Может, даже повезло, что пришлось забраться так далеко от шумного города, полного суеты и бесконечных проблем. Олегу прямо захотелось задержаться здесь ещё хоть на 10 минут, никуда не спешить, просто стоять и смотреть на озеро. Или пройти небольшое расстояние и остановиться на самом берегу. Иногда подобные желания возникают даже у самых энергичных и преуспевающих бизнесменов. Сколько можно суетиться и бегать по кругу? Всё равно всех денег не заработаешь и выше головы не прыгнешь. Олег не был в отпуске уже два года и с нетерпением ждал, когда вернётся компаньон. Вот тогда уж точно можно будет взять отпуск и махнуть куда-нибудь подальше. Его размышления прервались из-за досадного события. Телефон выскользнул из руки и грохнулся прямо на асфальт. Чёрт! Вся идиллия рассыпалась. Философский настрой Олега испарился моментально. И ведь даже злиться и обижаться было не на кого, кроме самого себя. Вот что мешало сначала положить купленную еду и телефон на сиденье машины, а уже потом любоваться природой. Он поднял несчастный телефон и убедился. Дело безнадёжное. Экран раскололся в дребезги. С телефоном наверняка придётся распрощаться. Олега охватило чувство, знакомое любому современному человеку, который внезапно остался без сотовой связи и интернета. Кажется, ничего ужасного не произошло. Подумаешь, телефон сломался. Никто ведь не умер, никакой реальной беды не случилось. Однако картина мира вокруг сразу наполняется негативом. Особенно если находишься в этот момент далеко от привычной обстановки. Но уже ничего не изменишь. Надо просто найти выход из сложившейся ситуации. Не возвращаться же теперь с середины пути. Собственно говоря, острой необходимости в телефоне на тот момент не было. С Павлом Константиновичем они договорились, что Олег подъедет на место как можно скорее. Дополнительно созваниваться заказчик не требовал. Никаких важных звонков Олег сегодня не ждал. А если вдруг на работе возникнет что-то срочное, в конце концов, могут разобраться без него. Пускай хоть несколько часов поработают самостоятельно. Придя к такому выводу, Олег уже спокойно сел в машину и с аппетитом перекусил пирожками с капустной начинкой. Они оказались свежими и очень даже вкусными. Мороженое тоже Олегу понравилось, так что настроение опять потихоньку поднялось. Не стоило расстраиваться из-за какого-то телефона, он всё равно уже присматривался к новой модели. Олег успел отъехать совсем недалеко от озера, когда разразилась очередная неприятность. Навигатор вышел из строя, и абсолютно непонятно было, что стряслось. С подобной проблемой Олег столкнулся впервые. Да уж, нынче точно был не его день. До Васильевского он бы, вероятно, добрался легко, а вот дальше предстояло следовать по довольно запутанному и незнакомому пути. И всё-таки Олег решил положиться на удачу и собственную память. Ему казалось, что он чётко представляет карту и отлично помнит все повороты. К тому же в деревне можно было спросить дорогу у кого-нибудь из местных. Поэтому он продолжил путь, рассчитывая вовремя добраться до резиденции проблемного заказчика. А дальше постарается разрулить конфликт, и всё закончится благополучно. Наверняка так бы и сложилось, не вмешайся в планы Олега, новый несчастный случай. Машина уже свернула с трассы и пришлось сбросить скорость. Дорогу тут явно не ремонтировали много лет. Однако вскоре выбоенные ямы сменились относительно нормальным асфальтом. Впереди маячил ряд высоких дощатых заборов, за которыми проглядывали крыши домов. Машина опять разогналась. Внезапно на дорогу выскочила большая чёрная собака. Чтобы не сбить её, Олег резко свернул влево. Машину занесло, и... Дальше наступила полная темнота. Олег с трудом открыл глаза и не имел ни малейшего представления, сколько времени прошло, прежде чем он очнулся. Сначала ему показалось, что он находился без сознания целую вечность. Впрочем, солнце по-прежнему ярко светило прямо в лицо. Так же было и когда собака выскочила перед машиной. Перевёл взгляд на часы и даже не сумел определить, какое время они показывают. Олега слегка мутила, болела голова, ныла шея, но вроде бы в основном остался целым и невредимым. Рулевая подушка безопасности сработала. Не исключено, что в основном подушкой водителю и прилетела, хотя в этом он не мог быть точно уверен. И даже не мог припомнить, был ли пристёгнут. Оставалось только радоваться, что всё более-менее обошлось. Машина, которая врезалась в придорожный столб, тоже была цела. По крайней мере, внутри салона всё в порядке, стёкла не разбились и даже не потрескались. Только сейчас Олег заметил, что правую дверцу машины снаружи дёргает и пытается открыть молодая женщина с длинными тёмными волосами. Она что-то кричала, губы шевелились. Сначала Олег ничего не слышал, но буквально через полминуты способность воспринимать звуки вернулась, словно он вынырнул из глубины на поверхность. Тем временем незнакомка всё-таки распахнула дверцу и выкрикнула. «Вы целы?» «Кажется, да», — хрипло пробормотал он, едва узнавая собственный голос. Она изумлённо уставилась на Олега. «Ох, это вы! Как вы сюда попали!» Олег готов был поклясться, что видит её впервые в жизни. «А вы меня знаете?» «Конечно, я же Вера. Неужели не узнали? В прошлом году...» «Не узнаю». Нависла пауза. Девушка теперь уже не безымянная, продолжила. «Я работала в вашей фирме, а потом...» «В какой фирме?» «У меня разве есть своя фирма?» «Как я сюда попал?» «Вы что, совсем ничего не помните?» «Нет. Помню только, как чёрная собака выбежала на дорогу. Я хотел свернуть и...» Олег попробовал сесть поудобнее и невольно застонал. «Понятно. Вам лучше отдохнуть немного. Пойдёмте ко мне. Дом в двух шагах». «Хорошо, спасибо». Олег с трудом соображал и был согласен полностью подчиняться и делать всё, что ему скажут. К тому же чувствовал он себя теперь заметно хуже, чем когда Толь качнулся. Очень хотелось поскорее выйти из машины и прилечь. Хотя бы даже просто на траве у обочины. С помощью Веры он выбрался наружу. Вместе они зашли во двор дома, который действительно находился у самой дороги. Вера захлопнула калитку и повела своего гостя к дому по замощённой старыми потрескавшимися кирпичами дорожке. Неподалёку от сарая была сложена в штабель цементная плитка. Весь двор казался замусоренным. Повсюду валялись доски, обрезки засохших веток, какая-то садовая утварь. По краям двора росли невысокие яблони и кусты смородины. У Олега вдруг потемнело в глазах. Голова закружилась. Он едва успел шагнуть в сторону и схватиться за ствол яблони, чтобы не упасть. Потом его стошнило. Вера обняла Олега со спины, погладила по плечу, успокаивающе сказала, «Ничего, ничего, сейчас станет лучше». Минут через пять Олегу и правда немного полегчало. Опираясь на Веру, он смог дойти до дома и подняться на крыльцо. Они попали в тесную, полутёмную прихожую с пёстрым ковриком на полу, уставленную какими-то баулами и корзинами. Из прихожей Вера провела Олега в довольно большую комнату, а уже через неё в следующую. Там стояла кровать, застеленная клетчатым пледом. «Ложитесь, всё будет хорошо». Он кое-как, опять-таки с помощью Веры, снял обувь и разделся, потом повалился на постель. Она заботливо укрыла его одеялом, поправила подушку. «Сейчас водички принесу, я скоро». Вера вернулась через несколько минут с наполненной водой белой чашкой. «Вот, и таблетку выпей, а потом спать». Олег быстро погрузился в сон. Вера ещё немного просидела в изголовье кровати, нащупала пульс незваного гостя. Олег лежал очень бледный, однако дышал спокойно и ровно. Потом девушка поднялась со стула и тихо вышла из дома. Отворила калитку, выбралась на дорогу, приблизилась к машине Олега. Возле заднего колеса, свернувшись клубком, прикорнул большой чёрный пёс, помесь овчарки неизвестно с кем. Он поднял голову, посмотрел на хозяйку и вильнул мощным хвостом. «Ну и историю ты заварил, Рекс», сказала псу Вера. Совсем от рук отбился. «Кто тебя просил на дорогу выбегать?» «Хотя...» «Молодец, хороший пёсик». Она ласково потрепала Рекса по загривку, оглянулась по сторонам. Дорога по-прежнему оставалась пустынной. Соседей, как обычно, было неслышно и не видно. Все занимались собственными делами за глухими, серебристыми от старости заборами. Вряд ли кто заметил недавнее происшествие. Машина не пострадала, только фара разбилась и слегка помялось крыло. Вера присела на корточки, аккуратно собрала с асфальта осколки фары, рассовала их по карманам вязаной кофты. Потом открыла ворота в своём заборе, села за руль и медленно заехала во двор, поставила машину в находившийся за домом сарай. Там в прежние времена обитал старенький уазик её деда. Допотопную ржавую конструкцию давно сдали на металлолом, так что место внутри пустовало. Тем временем Павел Константинович, прождав приезда Олега до двух часов дня, уже буквально закипал от возмущения. На его звонки ответа не было. Этот солидный седовласый мужчина расхаживал по террасе своего дома, словно тигр в клетке. Ремонт уже близился к завершению. Сперва обновили правое крыло двухэтажного особняка, потом туда перебрались хозяева вместе с многочисленной мебелью, а отделочные работы развернулись теперь в другом крыле. Там оставалось доделать не так уж и много. Грандиозный ремонт в целом Павла Константиновича устраивал, хотя он постоянно находил новые недостатки. Однако вчерашний скандал получился особенно громким. В конечном итоге Павел Константинович позвонил в краузер-дизайн. Ирина попыталась сама связаться с Олегом, разумеется, безуспешно. Она начала беспокоиться, ведь он уже давно должен был добраться до места. Что же случилось? Но с клиентом делиться своими сомнениями не стоило, конечно. Павел Константинович, он вот-вот приедет. Мы разговаривали, когда Олег был уже на середине пути. К сожалению, сейчас не могу дозвониться. Что-то со связью, поэтому он не смог вас предупредить, что задерживается. Олег обязательно будет на месте. Подождите, совсем немного. Да уж, придется подождать. Но предупреждаю, если через полчаса ваш директор не появится, я разрываю договор, и я вашу фирму по судам затаскаю. Павел Константинович еще минут пять распространялся на эту тему. Потом молодая жена позвала его обедать. Повар нынче превзошел себя. Особенно удалась ему запеченная с черносливом телятина. Нежное мясо просто таяло во рту. На столе стояли и другие любимые блюда хозяина. В вазах на каминной полке роскошные цветы из собственного сада. В бокале мерцало золотистыми бликами изысканное испанское вино с тонким ароматом. Красавица-жена бывшая модель мило щебетала о каких-то пустяках. Уже во время десерта позвонил один из деловых партнеров и сообщил, что согласен подписать контракт на выгодных для компании Павла Константиновича условиях. Удачное решение давно зависшего вопроса заметно улучшило настроение. Из-за стола Павел Константинович стал уже совсем не таким мрачным и нахмуренным. Он отправился в левое крыло дома, где шёл ремонт, прогулялся по комнатам, заглянул в обновлённую гостиную, включил яркий свет в той части коридора, где накануне сделали злополучную лепнину. К самому искреннему удивлению Павла Константиновича дизайн на этот раз показался вполне удачным. Что же ему вчера так не понравилось? Павел Константинович долго приглядывался к потолку, даже принёс стремянку и забрался на неё, чтобы рассмотреть лепнину поближе. Убедился, всё и правда выглядело идеально, придраться было абсолютно не к чему, даже если очень постараться. Получается, он зря устроил скандал? Павел Константинович был не из тех людей, которые готовы признавать свои ошибки. Хотя ошибка была очевидна. Что ж, претензии придётся снять. Но да ничего страшного, рассудил он. Заказчик ведь платит фирме бешеные деньги, может и покапризничать иногда. Никуда они не денутся, с радостью продолжат работу. А то, что директор сорвался из города и кинулся проверять ситуацию, вовсе не проблема. Деньги даром не даются, Павел Константинович в его годы тоже не сидел на месте, крутился как волчок, зато теперь может наслаждаться жизнью и получать доходы от давно налаженного крупного бизнеса. А парень пускай прокатится, лично проверит состояние объекта. Кстати, заодно можно будет обсудить дизайн фонтана, который вскоре должен появиться на участке. У Павла Константиновича как раз появилась новая идея. Он слез со стремянки и полностью довольный направился в бильярдную, где с удовольствием сыграл партию сам с собой. Тут ему позвонила Ирина и осторожно спросила, не появлялся ли Олег. «Нет», ответил Павел Константинович, «похоже, у вашего начальника какие-то другие важные дела, а на клиентов плевать. Впрочем, можете ему передать, что с лепниной всё не настолько плохо. Так и быть, прямой этот вариант. И дизайнер пускай возвращается. Пора ремонт заканчивать, и так уже затянули. Кстати, с директором надо обговорить изменения проекта по ландшафтному дизайну. Но это когда он изволит объявиться». Павел Константинович завершил разговор. Ирина с расстроенным видом обернулась к сидевшему рядом дизайнеру. Именно его Павел Константинович вчера с позором выставил из своего дома. «Представляешь, Олег так и не нашёлся. Что делать?» Тот пожал плечами. «Наверное, машина сломалась. Что ещё может быть?» «Застрял где-то на полдороги». И со связью перебои в тех краях бывают иногда. «Я чувствую, что-то серьёзное случилось. Не мог Олег вот так просто исчезнуть». «Не переживай ты раньше времени. Он ведь не в пустыне. Там и правда места глухие». «Да брось! Всё равно не в диком лесу. До города не так уж далеко. Я же часто туда и обратно мотался. До Васильевского ему вообще рукой подать. Даже если никто не подвезёт, не смертельно. В крайнем случае, пешком дойдёт до какого-нибудь жилья, сориентируется на месте. Не ребёнок ведь». «А что ещё Павел Константинович говорил?» «Всё нормально уже с лепниной. Сказал, ты можешь возвращаться». «Ну и жук. Я вчера думал, он меня со света сживёт». «Это не самая страшная проблема. Лишь бы Олег поскорее нашёлся». «Подождём пару часов, потом начнём волноваться». Время летело быстро. Близился конец рабочего не было вестей. Обзвонили всех его друзей, на всякий случай наведались к нему домой. В квартире он не появлялся, машины во дворе не было. Только с родителями Олега Ирина пока не решилась связаться, чтобы не наводить панику. Один из сотрудников, у которого знакомый работал в автоинспекции, выяснил, в районе, куда направился Олег, никаких аварий и несчастных случаев не было. В скорую тоже вызовов оттуда не поступало. Дизайнер, которому пришлось возвращаться в дом Павла Константиновича, успел заехать в Васильевское, поспрашивал местных жителей, никто серебристый Лексус и его водителя не заметил. У Ирины уже слёзы катились из глаз. Она продолжала упорно звонить по всем номерам, лихорадочно припоминая, как ещё можно разыскать своего обожаемого начальника. Эта симпатичная тихая девушка была влюблена в него с первого дня работы. Об этом на фирме догадывались все, кроме самого Олега. И вот теперь призрачное счастье, хотя бы находиться рядом со своей безответной любовью, рушилось на глазах. На следующее утро стало очевидно, что дело серьёзное. Связались с родителями Олега, те написали заявление в полицию, подняли шум, поиски продолжились. Последним свидетелем, видевшим Олега, оказалась продавщица придорожного магазинчика. Накануне, когда поисками занимался дизайнер, магазинчик уже закрылся, но на следующий день её опросили. К сожалению, это мало чем помогло, потому что Олег будто сгинул, просто исчез в неизвестном направлении, не оставив никаких следов. И оператор сотовой связи ничем не сумел помочь. Сигнал вчера прервался именно возле магазинчика. Обшарили дно озера, осмотрели окрестности, ещё раз съездили в Васильевское, наведались к Павлу Константиновичу, который был крайне недоволен всей этой историей. Но ни в самом доме, ни в его окрестностях пропавший не появлялся. К вечеру из прерванного отпуска прилетел Борис. Он тоже развил бурную деятельность. Олега искали и друзья, и оперативники, и родственники, и волонтёры. Увы, но все усилия оставались безрезультатными. Конечно, в дома вдоль дороги за несколько километров от Васильевского тоже наведались. Это произошло уже на следующий день после исчезновения Олега. Начали как раз с крайнего дома, где жила Вера. Когда в калитку постучал незнакомец в форме, девушка спокойно открыла, приветливо улыбнулась. Он предъявил удостоверение и попросил ответить на пару вопросов. Показал фотографию Олега. «Вы вчера не видели этого мужчину? Или серебристую иномарку?» Вера внимательно рассматривала фото, словно видела изображённого на ней человека впервые. «Нет, к сожалению, и машину тоже не замечала. Да я ведь вчера целый день возилась на огороде, потом стиркой занялась, со двора не выходила, забор высокий, не видать, кто мимо проезжает. А что случилось?» «Пропал человек в ваших краях вчера днём. Если вдруг увидите его или услышите что-то, срочно позвоните, пожалуйста». Он протянул ей визитку. «Обязательно», пообещала Вера. «Если вдруг что узнаю, сразу же позвоню. Я его лицо на фото хорошо запомнила. Надо же, как страшно сейчас жить. Среди белого дня люди пропадают. А вам удачи в поисках. Такая работа». «Да уж», улыбнулся полицейский, «с работой повезло». Распрощался с приятной молодой женщиной и двинулся дальше, опрашивать её соседей. Те тоже были не в курсе, ничего не знали и знать не хотели. Так что эта линия расследования ни к чему не привела. На третий день в приёмной фирме Краузер Дизайн появилась высокая эффектная шатенка в ярко-красном платье с глубоким вырезом. Постукивая каблуками, она решительным шагом приблизилась к столу Ирины. «А почему мне не позвонили? Почему я последне узнаю, что у меня законный муж пропал?» Ирина опустила глаза, стараясь не смотреть на собеседницу и пробормотала. «Борис сказал, что вы вроде бы в отъезде». «Ну и что?» «Слетала на пару недель в Турцию. Это не значит, что надо меня игнорить». «Ну, я в том смысле, что в поисках помочь не могли». «Поиском пусть занимаются те, кто за это зарплату получают, а я пришла свои права отстаивать». «Вы о чём?» «Как это о чём?» «Что вы тут все замышляете?» «Решили под шумок фирму моего мужа присвоить?» «Я знаю, какие тут деньги крутятся. Половина активов принадлежит ему, а я законная наследница». «Да как вы можете такое говорить?» «Не выдержала Ирина». «Олег жив и обязательно найдётся, а вы хороните его заживо, как только язык повернулся». На шумы своего кабинета выглянул Борис. «А, это ты, Анжела, привет. Вот такие у нас тут дела». «Это теперь и мои дела», уверенно заявила Анжела. «Я такая же наследница первой очереди, как и его родители». Олег на самом деле был официально женат, хотя в последнее время предпочитал об этом не вспоминать. История его брака была печальной и, если уж на чистоту, довольно глупой. Всё началось почти четыре года назад, когда он познакомился с бывшей одноклассницей Бориса. Пересеклись они с ней совершенно случайно в кафе. Красивая девушка, которая в основном молчала и таинственно улыбалась, запала Олегу в душу. Они встретились ещё несколько раз, довольно скоро стали любовниками, а потом отношения дошли до свадьбы. Сперва жизнь молодой семьи складывалась отлично. Красивая пара съездила в свадебное путешествие в Грецию. Вернувшись, часто появлялись на вечеринках и презентациях. Приятели завидовали Олегу, который нашёл жену с внешностью фотомодели. Но после медового месяца наступили будни, и до Олега постепенно начало доходить, что сама Анжела к нему абсолютно равнодушна. Поначалу Анжелу вполне устраивала роль жены молодого симпатичного бизнесмена, который её полностью содержал и дарил дорогие подарки. Однако характер у этой красавицы оказался на редкость склочным. Мила улыбалась и загадочно молчала она только до свадьбы. Зато после ЗАГСа уже себя не сдерживала. Скандалы вспыхивали буквально на ровном месте. Претензии Анжела предъявляла на каждом шагу. И, конечно, требовала всё больше и больше денег на драгоценные побрякушки и салоны красоты. Расходы росли с какой-то космической скоростью. Складывалось впечатление, что больше её ничто в жизни не интересует. На измене Олег её не ловил, однако при каждой ссоре Анжела заявляла, что запросто найдёт мужа побогаче и покруче. Судя по поведению Анжелы в гостях и на вечеринках, этого легко можно было ожидать. Довольно скоро приятели перестали Олегу завидовать, и сам он горько пожалел, что поторопился со свадьбой. А ведь Борис, знавший свою одноклассницу как облупленную, его предупреждал. Последней каплей стал следующий эпизод. Олег подхватил грипп и слёг с высокой температурой. Вот это уже Анжелу категорически не устроило. Она заявила, что не хочет заразиться, ухаживать за больным не нанималась и вообще терпеть не может, когда рядом кто-то кашляет и чихает. Поэтому временно перебралась к родителям. Олег так бы провалялся несколько дней в одиночестве, если бы не навещали друзья и Ирина. Когда Анжела всё-таки вернулась, разразился очередной скандал, и Олег предложил развестись. Такие мысли у него и раньше мелькали, но в этот раз всё было всерьёз. Ребёнком они не успели обзавестись, значит, особых проблем возникнуть не должно было. Правда, Анжела рассчитывала на раздел имущества, так или иначе, она быстренько собрала свои наряды, хлопнула дверью и снова покинула квартиру мужа. Через неделю Анжела позвонила и, рыдая, сообщила, что её мать тяжело заболела. Анжела не обманывала, проблема в самом деле была очень серьёзная. Супруги не помирились и продолжали жить по отдельности. Но Олег уже не мог в такой ситуации торопиться с разводом. Посчитал, что это было бы подлостью с его стороны. Помогал деньгами, ведь нужно было оплатить операцию, лекарства, услуги сиделки. Всё обошлось. Тёща медленно, но верно поправлялась. На полное восстановление ушло больше полугода. В конечном итоге всякая опасность миновала. Анжела упорхнула в Турцию на отдых, а Олег уже предвкушал долгожданную свободу. В ближайшее время планировал оформлять развод и... случилось то, что случилось. Сам Олег бесследно пропал, а Анжела решила предъявить претензии на его бизнес. «Я законная жена и наследница, значит, буду следить, чтобы имущество фирмы не растащили. Имею полное право на свою долю. к юристу прямо сегодня обращусь. С какой стати я вам должна доверять? Вы обязаны отчитываться передо мной, а то распродадите тут всё, чтобы меня нищие оставить. Нет уж, не выйдет, даже не надейтесь». Когда Борис узнал о планах Анжелы, то схватился за голову. Конечно, по закону требовалось время, чтобы признать человека пропавшим без вести или умершим. Однако Анжела могла попортить много крови и помешать работе фирмы, которая без того угодила в сложный переплёт. Борис уже сто раз пожалел, что когда-то познакомил компаньона с бывшей одноклассницей, вот только теперь ничего не изменишь. А что же происходило в это время с Олегом, который оказался далеко от привычной обстановки и даже не помнил теперь о своём прошлом? Он довольно долго оставался в каком-то смутном состоянии, время от времени открывал глаза и снова проваливался в полусон, полуявь, почти постоянно рядом находилась темноволосая женщина Вера. Она поила его травяными отварами, давала лекарства, кормила с ложечки жидкой каши, поворачивала, перестилала постель. Олег уже привык ощущать себя беспомощной и бессильной куклой, о которой кто-то заботится. Но настал момент, когда Олег уже по-настоящему пришёл в себя. Он всё ещё был очень слаб, однако туман в голове словно рассеялся. Олег уже осознанно осмотрелся вокруг. Комната была небольшой и вполне уютной. Стены оклеены полинявшими обоями с цветочками. По стенам висели пучки сухих трав, от которых исходил приятный аромат. Из распахнутого окна до кровати долетал лёгкий ветерок. Под низким потолком абажур с бахромой. Половицы скрипнули, в комнате появилась Вера, широко улыбнулась. «Вижу, тебе уже гораздо лучше стало. Как себя чувствуешь?» «Почти нормально». «А как я сюда попал?» «Ты совсем ничего не помнишь?» Олега охватил ужас. Он действительно ничего не помнил о себе. даже имя своё не мог бы сейчас назвать. Только последний эпизод на дороге чётко отпечатался в памяти. И ещё всплыло смутное воспоминание о том, как эта женщина вела его в дом. Кажется, она произнесла своё имя. «Вас зовут Вера?» «Да, правильно. Вот видишь, постепенно ты сможешь всё вспомнить». Она присела на край кровати, коснулась рукой его плеча. «У нас всё сложится хорошо, обещаю. Скоро уже начнёшь вставать. Узнаёшь эту комнату?» «Пока нет». «А ведь ты в этом доме почти пять лет прожил. Ну ничего, восстановишься постепенно». «Вы, кажется, говорили, что работали у меня». «Нет, ты всё перепутал, милый. И называй меня на «ты», ладно? ты же мой самый близкий человек, Олежек». Вера наклонилась и легко коснулась его лба губами. «А теперь постарайся уснуть, тебе надо набраться сил». Он послушно закрыл глаза и вскоре опять задремал. Вера подошла к окну, оперлась на подоконник и задумалась. Она и сама пока не представляла, что ждёт её в дальнейшем. Стоит ли осуществлять свой план? Но и отказываться от него она тоже не хотела. Разве можно упустить такой удивительный шанс? Ещё совсем недавно ей в голову не могло прийти, что они с Олегом встретятся снова. И вот теперь такой сюрприз. В отличие от Олега, который родился в благополучной полной семье, Веру судьба не баловала с самого детства. Рано умершую мать она почти не помнила. А кто был её отец, вообще не знала. Воспитали Веру бабушка и дед. Они всю жизнь прожили в этом старом доме у дороги. Поблизости когда-то находилась ремонтная мастерская, где работал дед. Вера как могла помогала по хозяйству. Училась она в Васильевском, ходила туда каждый день пешком по обочине дороги. Топать до школы приходилось почти час. Ещё успела получить аттестат, прежде чем школу оптимизировали, то есть, проще говоря, закрыли. Вообще обстановка вокруг складывалась нерадостная. Всё начало разваливаться ещё давно и постепенно пришло в полный упадок. Мастерскую закрыли, когда Вера училась в третьем классе, а колхозные поля вокруг Васильевского забросили гораздо раньше. Впрочем, обстоятельства оказались печальными не для всех. Район тут был тихий, экологически чистый, окрестности живописные. Постепенно на некотором расстоянии, ещё дальше от города, начали появляться коттеджи миллионеров, но для местных перспектив никаких не было. Те, кто помоложе, перебирались в город, как-то там устраивались. В Васильевском уже многие дома стояли пустыми. Окончив школу, Вера тоже засобиралась в город. Удалось поступить в медицинский колледж. При колледже имелось общежитие, так что проблем с обустройством на новом месте не возникло. Училась она старательно, вела себя тихо, занятия не пропускала, с однокурсниками дружбы не заводила, но и не конфликтовала, присматривалась к непривычной для себя обстановке, со стороны наблюдала за тем, как ведут себя и как одеваются городские девушки, прислушивалась к их разговорам. Нескольких девушек, которые, как и она, приехали из сельской местности, Вера подчеркнуто сторонилась, не хотела, чтобы остальные принимали её за провинциальную простушку. Втайне она считала себя гораздо умнее однокурсников, однако ничем не выдавала своё отношение. Надо только приспособиться к новой жизни, а дальше обязательно появятся шансы. Денежная работа, богатые поклонники, модные наряды — всё это у Веры обязательно будет. О таком будущем она мечтала ещё в старших классах, и теперь твёрдо рассчитывала на везение, ведь в большом городе и шансов больше, ей точно должно повезти. Саму Веру природа не обидела. Стройная высокая девушка с правильными чертами довольно смоглого лица и густыми тёмными волосами смотрелась привлекательно, отличалась каким-то врождённым изяществом и чувством стиля. Сперва кое-кто из немногочисленных парней в группе пытался свести с Верой знакомство поближе, однако она умела держать их на расстоянии, холодный взгляд серых глаз отталкивал всех, кто норовил нарушить её личное пространство. Впрочем, никто особо и не навязывался. Вскоре её оставили в покое, и она продолжала существовать словно на расстоянии, вроде бы находилась рядом и в то же время жила сама по себе. После колледжа Вера устроилась на работу в поликлинику. Вот там ей сразу не понравилось. Самолюбивой молодой девушке было непросто сработаться с участковым врачом, та жёстко контролировала новенькую медсестру и старалась взвалить на неё как можно больше обязанностей. А ещё Веру жутко раздражали пациенты, особенно пожилые. Сочувствия и сострадания у неё к ним не возникало. Было только желание поменьше общаться с пациентами и как-то дотерпеть до конца рабочего дня. Возможно, со временем Вера могла привыкнуть, найти общий язык с врачом, набраться опыта. Однако ждать и терпеть совершенно не хотелось. Через три месяца после очередного разноса от врача Вера уволилась. Удерживать её никто не стал. Несколько раз пыталась устроиться в частные клиники, где и зарплата повыше, и обстановка поспокойнее. Да только ничего не получилось. Рабочего стажа у неё практически не было. К тому же кадровики имели привычку созваниваться с предыдущими работодателями, а в поликлинике Веру каждый раз характеризовали «хуже некуда». И она решила, что медицина — это не для неё. Можно и в какой-нибудь другой сфере устроиться, причём требовалось решать вопрос срочно, ведь из общежития грозились выселить со дня на день, а снимать квартиру дорогое удовольствие. В итоге Вера устроилась на работу по объявлению. В компании по установке пластиковых окон зарплату обещали хорошую, правда, потом выяснилось, что оклад сущей копейки. Основной доход составлял процент с продаж. К сожалению, с продажами всё было намного сложнее. Приходилось с утра до вечера обзванивать потенциальных клиентов и пытаться впарить им пластиковые окна сомнительного качества. Собеседники в основном сразу бросали трубку, многие ещё и высказывали всё, что думают о такой навязчивой рекламе. В общем, работа была нервной и неблагодарной, едва хватало денег на еду и оплату комнаты на окраине города. Зато генеральный директор положил глаз на Веру. Этот сорокалетний женатый мужчина и стал её первым любовником. Прежде Вера довольно часто слышала или читала истории о том, что преуспевающие бизнесмены полностью обеспечивают своих любовниц, дарят им квартиры, машины, норковые шубы, украшения и крутые телефоны. К её разочарованию в реальности оказалось иначе. Директор щедростью не отличался. Видимо, считал, что любая сотрудница обязана с ним спать, раз уж он оказал ей внимание. Вере всё так же приходилось работать в офисе от и до и довольствоваться скромной оплатой. Правда, пару раз директор подкинул небольшую премию, на этом все выгоды от связи с ним закончились. А через полгода он и вовсе переключился на новенькую девушку, так что Вере стало совсем неуютно. Она перешла в другую фирму, которая тоже занималась установкой окон. Здесь уже начальник к Вере не приставал, но штрафов и переработок было столько, что она едва продержалась несколько месяцев. Потом снова пришлось искать вакансию. Так и пошло дальше. Вера успела поработать администратором в фитнес-центре, кондуктором, распространителем театральных билетов, гардеробщицей, менеджером по рекламе, кассиром, торговым представителем. Так уж складывалось, что нигде долго не задерживалось. Какое-то тотальное невезение. И в личной жизни тоже сплошные обломы. Мужчины в ее жизни появлялись и довольно быстро исчезали. Все они, как назло, не вписывались в образ успешного бизнесмена, который был бы ее достоин. По крайней мере, такой образ сложился в воображении веры. Ее временные спутники занимали более скромные места на социальной лестнице. Дольше всех Вера прожила с одним электриком. В конечном итоге они тоже расстались. Зато сожитель хотя бы научил ее водить машину. У него имелась собственная потрепанная жизнью девятка. Вера мечтала, что когда-нибудь станет обладательницей шикарной иномарки. С ветерком проедет мимо однокурсников бывшей начальницы приставучего шефа и всех, кто ее не оценил. Увы, это были лишь мечты. Пока мечты никак не торопились сбываться. Пожалуй, единственным позитивным моментом стало решение квартирного вопроса. Удалось снять вполне приличную однушку за чисто символическую цену. Хозяйка не гналась за деньгами, главное, чтобы квартирантка вовремя оплачивала коммуналку и держала жилье в чистоте и порядке. Веру такой вариант устраивал на сто процентов, но, конечно, хотелось и в остальном наконец-то обустроить свою жизнь. А время летело как на крыльях, Вере уже перевалило за тридцать, однако принц на белом Мерседесе до сих пор не появлялся. Она в очередной раз потеряла работу и осталась в полном одиночестве, когда на глаза попалось объявление о том, что фирму Краузер Дизайн требуется уборщица. Сначала Вера небрежно перелеснула страницу на телефоне. Она всё же ценила себя достаточно высоко, и эта скромная должность её не устраивала. Вера продолжила просматривать другие объявления на сайте вакансии, однако уже через минуту вспомнила, что недавно видела огромный рекламный щит с эффектной рекламой Краузер Дизайна. К тому же сама фирма находилась почти в центре, Вере было бы удобно ездить туда на троллейбусе. Она вернулась к объявлению, убедилась, что зарплата неплохая. Почему бы не попробовать, если не подвернётся что-нибудь получше? Ничего лучше не подвернулось, и Вера записалась на собеседование. На месте выяснилось, что даже на должность уборщицы претендует не одна кандидатка. По крайней мере, Вера повстречала ещё двух. Одна попалась навстречу, когда Вера приблизилась к двери кабинета кадровика, другая сидела в коридоре, когда она из этого кабинета выходила. Однако приняли именно Веру. Молодая, аккуратно одетая, ухоженная женщина произвела хорошее впечатление на кадровика. На следующий день она уже вышла на работу. Работа оказалась нетрудной и уж точно не грязной. На всякие чистящие средства и приспособления для уборки фирма не скупилась. Компания занимала целый этаж в офисном здании, но поддерживать всё в идеальной чистоте было не особо сложно. К новой уборщице никто не придирался, да в этом и не было необходимости. Та сама старалась работать на совесть. Конечно, было не очень-то приятно осознавать, что грандиозные планы на карьеру и высокие заработки всё никак не воплощаются в жизнь. Но Вера утешала себя тем, что работает уборщицей всевременно, дальше найдёт что-то более подходящее для себя. Только недели через три она впервые увидела одного из двух владельцев фирмы — Олега. Бориса она уже мельком видела раньше, а вот Олег прежде не попадался на глаза. И тут Вера поняла, что это именно тот мужчина мечты, встречи с которым она так долго ждала. Молодой предприниматель, похожий на картинку из какой-то другой, красивой и благополучной жизни. Её ровесник, стройный шатен с голубыми глазами. Никакой заносчивости и высокомерия. Он приветливо улыбнулся, когда она вечером заглянула в кабинет, не зная, что директор задержался на работе, пригласил зайти заняться уборкой, а сам ещё раз улыбнулся и вышел в приёмную. Правда, Вера предпочла бы, чтобы он остался. С удвоенным старанием она убиралась в кабинете и уже представляла себе, что рано или поздно его хозяин обратит на неё внимание. А дальше Вера успела сочинить целый роман об их счастливом совместном будущем. Она ещё раньше слышала краем уха, что Олега не лады с женой. Это две сотрудницы в коридоре обсуждали личную жизнь директора, не замечая Веру. Что ж, тем лучше. У неё наконец-то появилась чёткая цель. Ей хотелось доказать, что она ничем не хуже остальных сотрудниц. Пусть даже она всего лишь уборщица, а не менеджер или дизайнер. Вера столько времени проводила на рабочем месте, что такому трудолюбию оставалось лишь удивляться. Ведь прежние уборщицы просто приходили в определённые часы и надолго не задерживались. Офис буквально сиял чистотой. Вера гонялась за каждой случайной пылинкой, а синий форменный комбинезон запихнула глубоко в шкаф и больше не надевала. Половину зарплаты тратила на косметику и походы в парикмахерскую, экономя на всём остальном. Её одежда, выгодно подчёркивающая фигуру, больше подошла бы для праздничного корпоратива, чем для уборки. Длинные стройные ноги в дорогих чулках и красивых туфельках притягивали взгляд. Естественно, исполнительная уборщица старалась как можно чаще попадаться начальнику на глаза. В коллективе к Вере относились дружелюбно, безо всякого высокомерия, приглашали на дни рождения и чаепития в офисе. Увы, всё это ей не помогло. Олег держался с ней доброжелательно, как и со всеми, но абсолютно равнодушно. А через несколько месяцев случилось досадное происшествие, которое и вовсе поломало радужные планы Веры. Однажды утром Олег обнаружил, что с его стола пропал листок с важной информацией. Точнее, это была бумажная салфетка. Накануне Олег обедал в кафе и разговаривал с заказчиком по телефону. Наскоро записал на салфетке номер родственника заказчика, которому тот доверил контролировать ремонт. И кроме номера ещё какую-то информацию. Заказчик обратился в фирму впервые по рекомендации. К тому же заказ намечался крупный. Разумеется, надо было потом занести номер в список контактов, а информацию в блокнот, но Олегу пришлось срочно ехать на деловую встречу, и он просто сунул салфетку в карман. И в офисе уже было не до этого. А теперь что делать? Звонить заказчику и признаваться, что потерял номер? Когда Олег уезжал домой, салфетка лежала на краю стола в его кабинете. Утром, когда информация срочно понадобилась, салфетке уже и след простыл. Возможно, обошлось бы без громкого скандала и разбора полётов, но в тот день Олег с утра пораньше в пух и прах разругался с женой, да ещё и чуть не угодил в аварию по дороге на работу. Одним словом, появился в офисе уже на взводе. А тут вдруг нарисовался новый повод дойти до белого коления. Олег перерыл весь кабинет, наорал на Ирину и в конечном итоге решил, что в офисе всё делается назло ему. Словно нарочно кто-то поставил его в дурацкое положение. Перед Ириной Олег через полчаса извинился, а несчастная салфетка по-прежнему оставалась ненайденной. Весь офис стоял на ушах. Впрочем, после небольшого расследования пришли к выводу, что к этому таинственному исчезновению могла быть причастна только уборщица. Когда Вера появилась на рабочем месте, то сразу сообразила, обстановка накалилась до предела. Отрицать очевидное было бессмысленно. А просто вечером, когда Вера убиралась в кабинете, салфетка каким-то образом упорхнула со стола и упала на пол. Вера, мысли которой витали где-то далеко, машинально подобрала помятую, сплошь исписанную бумажку и кинула в мусорный пакет. Конечно, не стоило этого делать. Да и Олег должен был переписать нужную информацию или убрать салфетку в ящик стола. Но сделанного не изменишь. Не копаться же теперь в мусорных баках, наполненных отходами со всего офисного центра. Пришлось заново обращаться к заказчику, а это фирму, разумеется, не красило. В итоге Веру уволили, рассчитались с ней честно и даже выходное пособие выплатили. Лишь бы больше не попадалось на глаза Олегу. Но деньги её, само собой, не утешили. Такого фиаско она не ожидала. Все планы и мечты разрушились в один миг. Буквально на следующий день Веру ждал новый удар. Хозяйка квартиры сообщила, что через две недели нужно освободить жилплощадь. Квартира понадобилась её родственнице. За несколько лет Вера уже привыкла считать квартиру почти своей. А теперь придётся срочно искать новое жильё. Вот только где его найдёшь по такой доступной цене. Да ещё и без работы опять осталось. Было отчего впасть в уныние. Однако удар был не последним. Вскоре Вера узнала, что скоропостижно умерла её бабушка. Это случилось совершенно неожиданно. Дед уже давно был на том свете, но бабушка казалась ещё крепкой и бодрой. Вера наведывалась в родной дом очень редко, а вот теперь и приезжать стала уже не к кому. Оборвалась последняя ниточка, связывавшая её с детством и юностью, временем, когда вся жизнь была впереди. Вера быстро собралась и отправилась в путь рано утром на первом автобусе. Вовремя успела на похороны. Был конец апреля, земля успела подсохнуть, кое-где робко пробивалась травка. На кустах, росших по краям кладбища, уже набухли почки. Ещё немного и покажутся нежно зелёные листочки, ведь жизнь продолжается. Вера по очереди подошла к могилам матери и деда, прикоснулась ладонью к скромным памятникам. Вот и осталась она совсем одна. А вокруг было так тихо, так спокойно. Ей даже не хотелось уходить с этого тихого деревенского кладбища. Но надо было уже спешить в дом, помочь двум приятельницам бабушки, которые вызвались накрыть стол к поминкам. Народу в небольшом доме набралось много. Вера даже не ожидала, что найдется столько желающих проводить ее бабушку в последний путь и помянуть после. Однако места всем хватило. Сперва за столом царило молчание, гости если и переговаривались, то почти шепотом. Только ко второму блюду постепенно разговорились, стали вспоминать покойную, потом перешли к другим обсуждениям. «Что с домом делать собираешься?» спросила Веру одна из соседок. «Даже не знаю. Наверное, запру пока. Буду приезжать иногда. Может, найдется, кто за домом присмотрит?» «Продать его трудно будет, Верочка. Вон в Васильевском несколько домов уже столько лет продают, а покупателей все нет. Богачи в другой стороне строятся, а у нас тут вряд ли кто захочет поселиться». «Да и дом уже старый, в ремонт сколько денег вложить надо?» продолжила еще одна пожилая женщина. «Ты бы хоть посадила чего на огороде, чтобы не пустовал. Все ведь бурьяном зарастет». «А может, поживешь тут летом?» Подхватила третья. «В городе, конечно, хорошо, но тут все же хозяйство какое-никакое, или на работе отпуск не дадут». Вера задумалась. «Да какая работа?» «Опять придется искать что-нибудь по объявлениям». «Кто ее ждет в большом городе, где красивая благополучная жизнь только для других?» «А у нее теперь даже жилья там нет. Придется снова скитаться с одной съемной квартиры на другую. Это еще если она сможет позволить себе оплачивать отдельную квартиру, а не комнату». Вере сейчас хотелось находиться как можно дальше от города, где в очередной раз рухнули ее надежды. Увольнение из Краузер дизайна стало последней каплей. Пусть мечта была призрачной, но она в нее верила, а мужчина ее мечты просто распорядился выкинуть Веру на улицу. Из кожи вон лезла, старалась быть идеальной, однако все старания в один миг оказались никому не нужными. Может и вправду хотя бы временно поселиться в родном доме, по крайней мере тут у нее будет собственная крыша над головой, денег полученных при увольнении должно было хватить на первое время, так что с голоду Вера не пропадет. Да еще и бабушкины закрутки выручат. Вера вспомнила, как в ее редкие приезды бабушка угощала соленьями и квашеной капустой, а в сумке старалась уместить побольше баночек с вареньем. Вера тогда отмахивалась, ведь тяжелые сумки еще надо было везти на себе в город, зато потом, холодными зимними вечерами чай с душистым вареньем из черной смородины или луговой клубники казался таким вкусным, она вытерла набежавшие на глаза слезы. «Что же делать теперь, все там будем», сказала соседка. «Бабушка твоя все-таки долгую жизнь прожила, и люди вспоминать ее хорошо будут. Эх, осталась теперь вся округа без травницы, а ведь к ней даже из города ездили». Бабушка Веры действительно многим была известна, знала каждую целебную травку, в давние времена переняла это искусство от своей матери. За тяжелые недуги не бралась, сама отправляла в больницу, но если могла помочь, то помогала. Бывало и такое, врачи толком не могли понять, что творится с человеком, зато травнице удавалось улучшить его состояние. Узнавали о ней через сарафанное радио. Конечно, благодарили потом за помощь, если не деньгами, то продуктами. Вере бабушка тоже старалась передать свои знания. Внучка была еще подростком, когда бабушка начала делиться с ней рецептами травяных сборов. Тогда Вере было не до этого, у нее имелись другие планы, однако память многое сохранила, и записи бабушкины наверняка остались в старых общих тетрадках, их накопилось множество в приземистом полированном шкафчике. «Наверное, я даже раньше приеду», уже решительно произнесла Вера. «Не стану лета ждать, домом надо заняться, участок подготовить к посадкам». «Вот и молодец, а то у нас тут одни старики остались в основном, жалко, чтобы хозяйство пропадало». На то мы порешили. Вера действительно уже через неделю отдала ключи хозяйке городской квартиры, перевезла вещи в собственный дом. В городе её теперь больше ничего не держало. Правда, накануне отъезда не выдержала, ближе к вечеру приехала в район, где прежде работала, остановилась перед офисным зданием. Запрокинув голову, смотрела на окна шестого этажа. На улице уже смеркалось, яркий свет в окнах манил Веру, но она так и не решилась подняться наверх. Да и как бы она объяснила своё появление, видимо, оставалось только перечеркнуть прежнюю жизнь и вернуться в родное гнездо. Вера вздохнула, кинула взгляд на машину Олега, припаркованную во дворе, и зашагала к троллейбусной остановке. После переезда принялась устраиваться на новом месте как могла. Конечно, случалось, что она жалела о своём выборе, скучала по широким городским улицам, полным модно одетых людей, по ярким витринам магазинов. Однако, утешала себя тем, что этот переезд не навсегда, а дальше всё сложится замечательно. С другой стороны, развлечений и возможностей в городе у неё было не так уж и много. Лучшие годы пролетели как-то бестолково, даже вспомнить было практически нечего, кроме своих неудач и разочарований. Поэтому, может, всё и к лучшему. В таких размышлениях и проходили дни. Одновременно Вера пыталась навести порядок в доме на свой лад. Готовила грядки, разбирала вещи в шкафах и на чердаке. Жалела, что так редко навещала бабушку. Но теперь ведь уже не повернёшь время вспять. Однажды во двор постучалась давняя клиентка бабушки, не знавшая, что травницы больше нет на этом свете. Вера предложила ей травяной сбор из бабушкиных запасов. Название сбора ей было знакомо. Клиентка в благодарность оставила деньги. Постепенно так и повелось. Время от времени приезжал кто-нибудь с затравяными сборами и настоями. Вера не отказывалась помочь. Прилежно листала бабушкины рецепты, вспоминала её советы. Пригодилось и образование, полученное в медколледже. Благодаря ему Вера могла, кстати, произнести какой-нибудь медицинский термин, что тоже повышало к ней доверие. Теперь Вера уже не была той молоденькой самолюбивой девушкой, которую так раздражали пациенты в поликлинике. За прошедшие годы она стала мягче и спокойнее, научилась ладить с людьми, внимательно выслушивать их. Поздней весной и летом Вера пополнила запасы трав, заготовила их по всем правилам. Она уже всерьез планировала остаться зимовать в старом доме, а когда оторвалась поскорее вырваться отсюда и укатить в город. Вера и сама себе удивлялась, ведь сначала рассчитывала просто остаться на лето, отдохнуть, решить, что делать дальше и с новыми силами отправиться на поиски счастья и удачи. Но тихая размеренная жизнь затягивала, словно оплетала мягкой паутиной по рукам и ногам. Уже не хотелось ничего менять. Вслед за летом незаметно миновала осень, наступила снежная зима. Жизнь в округе будто замерла. Вера сидела дома, смотрела старенький, но ещё исправный телевизор, вспоминала свои прошлые неудачи. Иногда думала об Олеге, который так и остался для неё недоступным. Представляла, что было бы «начни она жизнь заново». До старости ещё так далеко, а Вере уже хотелось только тишины и покоя. Единственным живым существом, с которым можно было в любой момент поговорить, был Рекс. Этот надёжный охранник, которого бабушка завела пару лет назад, привязался к новой хозяйке. Прежде он сидел на цепи, зато при Вере свободно гулял по двору днём и ночью, заглядывал и в дом. Иногда Вера выпускала его побегать по округе, но, размявшись, пёс быстро возвращался домой. Вере казалось, что Рекс понимает человеческую речь и часто разговаривала с ним, ведь ни друзей, ни подруг у неё не было. С пожилыми соседями она почти не общалась, время от времени выбиралась Васильевская за продуктами. Денег на скромную деревенскую жизнь пока хватало. Она ещё после похорон бабушки нашла конверт, на котором было написано «Вере». Эта бабушка скопила не такую уж маленькую сумму с пенсии из денег, которые ей давали клиенты. И сама Вера тоже понемножку зарабатывала на травяных сборах да на стойках. С приходом весны она вроде бы снова намеревалась перебраться в город, но тут начался огородный сезон. Да ещё и решила наконец-то навести порядок, замостить дорожки, выкорчевать старые кусты, покрасить дом, переклеить обои. Дел намечалось полно. Раньше руки как-то не доходили. Она даже нужные материалы уже закупила, однако довольно быстро остыла. Всё же без мужской помощи ремонт делать сложно, а никаких добровольных помощников не намечалось. Пока она всё откладывала, ведь впереди было много времени, Вера решила провести за городом ещё одно лето, а уж осенью точно подыскать новое жильё в городе и устроиться на работу. Может, со второй попытки ей повезёт больше, а то ведь недолго и совсем закиснуть в глуши. И тут случилось происшествие с машиной Олега, который оказался в полном распоряжении Веры. О таком стечении обстоятельств она бы сама и мечтать не смела. Надолго ли бывший начальник останется под её властью, трудно было предсказать, но пока он был в настоящей зависимости от приютившей его бывшей уборщицы, Вера уже представляла себе, как Олег постепенно влюбится в неё, каким он будет преданным и благодарным. Она подошла к спящему Олегу, тихонько, чтобы не разбудить, коснулась губами его щеки. Будь что будет, а пока нужно пользоваться таким подарком судьбы. Вера уже давно обшарила салон его машины, отыскала паспорт, с сожалением убедилась, что штамп о браке там до сих пор стоит. Она пока не знала, каким образом сама станет его женой, но уже представляла шикарную свадьбу. Пышное белое платье, роскошный лимузин, море цветов. А теперешняя жена, что ж, ей придётся смириться, тем более, как помнила Вера, судя по слухам, у Олега были с ней нелады. Со временем Олег привяжется к Вере, и она настоит на разводе. Главное наметить себе цель, а способы достичь её обязательно найдутся. Заодно Вера обнаружила в машине довольно солидную сумму наличкой, без зазрения совести прихватила деньги и паспорт, а потом снова тщательно закрыла гараж на замок. На следующий день Олег уже встал с постели. Правда, чувствовал себя ещё неважно, но всё равно ему больше не хотелось лежать целый день и ощущать себя беспомощным. Его вещи по-прежнему висели на стуле возле кровати. Олег оделся и, слегка пошатываясь, выбрался на крыльцо, присел на ступеньку. Вскоре во дворе показалась Вера, приблизилась к крыльцу. «Зачем ты стал? Надоело всё время лежать? А сколько времени уже прошло? Какое сегодня число? Неважно, главное, поправляйся скорее». «Вера, спасибо огромное, что помогла мне. Если бы не ты…» «Да не за что, любимый. Разве я могла тебя оставить без помощи?» Она присела рядом, обняла своего невольного гостя. «Мы ведь уже никогда не расстанемся, да? Как же я счастлива, что ты остался жив, это настоящее чудо. Всегда молилась за тебя, наверное, это и помогло». «Ты такая добрая», прошептал он, доверчиво заглядывая Вере в глаза. «Жалко, что пока не могу вспомнить, как мы тут с тобой жили. Даже не помню, когда познакомились». «Ничего страшного, я тебе всё расскажу постепенно». «Кстати, а где моя машина?» «Милый, у тебя правда что-то с памятью. Это же машина Сергея, моего брата. Он был у нас в гостях. Ты попросил у него машину, чтобы съездить в райцентр, а на обратном пути...» Такое объяснение стало для Олега неприятным сюрпризом. «Получается, я чужую машину разбил». «Не переживай», поспешила утешить его Вера. «Машина цела». Крыло слегка помялось, но Сергей сказал, что ремонт берёт на себя. Он в тот же день на ней уехал. В общем, к тебе никаких претензий. Спасибо. «Да ни за что, он же мой родной брат, всегда готов помочь». Вера и сама сейчас думала о том, как было бы здорово иметь настоящего, а не воображаемого брата. Вполне возможно, что тогда её жизнь сложилась бы иначе. У неё был бы защитник и советник, но зато теперь появился Олег. «Это просто финиш», сказал Олег. «Я даже брата твоего не представляю. Почему это случилось именно со мной? Ну как можно всё забыть? Такое даже в страшном сне не приснится». Он опустил голову и сжал ладонями виски. Вера поспешила его подбодрить. «Не переживай, так бывает. Главное, что ты жив, а остальное приложится». К крыльцу подошёл Рекс, негромко зарычал на Олега. «Рекс, прекрати», произнесла Вера. «Неужели хозяина не признал?» Пёс вопросительно посмотрел на неё, убедился, что хозяйка не против нахождения в доме постороннего мужчины и уже вполне дружелюбно махнул хвостом. Олег хорошо запомнил, что авария случилась из-за большого чёрного пса, который внезапно выскочил на дорогу. Правда, не успел тогда его толком разглядеть, всё произошло так быстро, но это было почти единственное, что сохранилось в памяти». «Нет-нет», поспешила заметить Вера, «это не из-за Рекса ты в аварию попал, он тогда точно во дворе был, наоборот, будто почувствовал, что-то случилось, залаял и потянул меня к калитке, он у нас вообще умница». Олег и не сомневался в её словах. В этот же день он узнал, что якобы познакомился с Верой ещё в школе, потом окончил профессиональное училище в райцентре, работал слесарем в местной мастерской, а когда она закрылась, перебрался в дом к Вере. Близкой родни у него не осталось, нельзя сказать, что такая информация о себе Олега очень порадовала, но и сомнений не возникало, очень уж убедительно говорила Вера. Ему даже стало казаться, будто он смутно припоминает некоторые детали своей прежней жизни, по крайней мере, он теперь так считал, ну, а Вера постепенно сообщала всё новые, достоверные подробности, ведь воображение у неё было богатое, между прочим, упомянула, что они с Олегом планировали пожениться. Тем временем в городе события тоже развивались, Анжела то и дело наведывалась в Краузер Дизайн, чтобы лишний раз напомнить, она намерена держать всё под контролем, иногда прихватывала с собой юриста, которого специально наняла, пыталась вмешаться в текущие дела, всячески привлекала к себе внимание, расслабляться никому не давала, одним словом была уверена, Олег уже никогда не вернётся, ей было абсолютно всё равно, что приключилось с мужем, стал ли он жертвой какого-то криминала, или сам по каким-то непонятным причинам сбежал, главное, что самой Анжеле несказанно повезло, после развода она могла остаться у разбитого корыта, зато теперь впереди маячил статус богатой вдовы, надо только некоторое время подождать, она не сомневалась, что сумеет справиться и с компаньоном, и с родителями мужа, и станет полноправной совладелицей бизнеса. Анжеле было отлично известно, какие серьёзные деньги здесь крутятся, Олег и Борис открыли фирму ещё когда были студентами, арендовали крошечный офис и сами делали дизайн проекты. Им очень повезло, удалось выйти на нескольких обеспеченных заказчиков, которые оказались довольно готовыми проектами, а дальше сработали рекомендации и реклама. Вскоре друзья уже сами не справлялись с таким объёмом работ, наняли ещё одного проектировщика и менеджера, на свой страх и риск набрали кредитов и вложили деньги в бизнес. Развивали фирму, принимали новых сотрудников, находили партнёров, обрастали связями. Силы желания продвигать своё дело было хоть отбавляй. Фирма росла и постепенно приобретала известность, а через несколько лет и вовсе стала одной из самых успешных в городе фирм в своей отрасли. Конечно, налаженный бизнес оказался бы лакомым куском для кого угодно. Анжела уже видела себя в роли преуспевающей бизнес-леди. Даже обновила гардероб и прикупила парочку офисных костюмов. То, что она ничего не понимала ни в управлении, ни в проектировании, ни в дизайне, её ни капли не смущало. По крайней мере, изображать владелицу крутой фирмы и получать свою долю доходов, она была готова. Анжела мысленно насмехалась над исчезнувшим мужем. До чего же вовремя он проявил великодушие. Вместо того, чтобы быстренько развестись и вышвырнуть её из своей жизни, несколько месяцев тратил деньги на лечение тёщи. А потом ещё и сам исчез и оставил жене такой шикарный подарок. Анжела продолжала с удовольствием приходить в офис чуть ли не каждый день. Долго она там не задерживалась, но и одного часа хватало, чтобы до вечера испортить настроение всем сотрудникам. Некоторые из них начали подумывать об увольнении, заранее старались подыскать запасные варианты и внимательно читали объявления о вакансиях. Ведь перспективы у фирмы намечались довольно мрачные. После исчезновения одного из владельцев стало неизвестно, что ждет бизнес. Борис, оставшись у руля в одиночестве, был уже почти готов опустить руки. Налаженная за много лет система могла в любой момент развалиться. С каждым днем надежда на возвращение Олега таяла. А ведь раньше все казалось стабильным и надежным, и общая атмосфера в офисе радовала. Олег порой мог вспылить, однако сердце у него было доброе, поэтому сотрудники о нем искренне жалели. В общем, теперь обстановка складывалась крайне нервная. Конечно, Ирина переживала больше всех. Она уже стала похожа на тень прежде жизнерадостной неунывающей девушки. Ведь надежды на чудо и правда почти не осталось. Никакой утешительной информации расследование не приносило. Следствие пошло по ложному пути. После того, как проверили направление, по которому должна была проехать машина Олега, решили взять в разработку другой путь. Предположили, что Олег мог пропустить поворот на Васильевское и двинуться дальше по трассе, случайно или по каким-то своим причинам. А дальше примерно в 40 минутах езды находился райцентр. И вот там, на маленьком рынке возле автобусной остановки, бабушка, торговавшая зеленью и ягодами, вдруг припомнила, что видела некого молодого человека на серебристой иномарке. Вот такое получилось совпадение. Неизвестный вышел из машины, купил литровую банку ранней клубники и отправился дальше. Это оказалась единственная зацепка во всём расследовании. Жаль, зрение у старушки было слабое, и покупателя она как следует не разглядела. Точно опознать по фотографии его не смогла. Да и вспомнила о нём примерно неделю спустя. Уже не могла определиться с датой и временем. Однако на какое-то время в версию поверили, тем более других вариантов не нашлось. Бесполезные поиски продолжались. Куда мог отправиться тот, кого приняли за Олега, оставалось неизвестным. Камер там не было. Никто и не подозревал, Олег в этот момент всё ещё находился совсем недалеко от Васильевского. Он даже не подозревал о том, что происходит сейчас из-за его пропажи. Точнее, и о самой пропаже не догадывался. Олег теперь был твёрдо уверен, что уже пятый год живёт в старом доме у дороги вместе со своей любимой женщиной. Вера постаралась убедить его в этом. Вообще Олег порой чувствовал себя слегка одурманенным и сонным. Это ощущение обычно появлялось после ароматных травяных отваров, которыми продолжала пичкать его вера. Однако он ей полностью доверял и принимал на веру каждое её слово. Олегу даже понравилась спокойная размеренная жизнь на свежем воздухе. В город его совершенно не тянуло, он уже не представлял себе, как проводил там время раньше. Вот только вскоре стало слегка скучновато, нечем было заняться. Буквально через пару дней после того, как впервые поднялся с постели, Олег спросил у Веры, «А почему у нас кирпичи повсюду валяются и вообще? Неужели это я такой бардак развёл?» Вера замялась, потом ответила, «Ну, ты собирался тут порядок навести, но это не обязательно совсем, и потом ты ещё не совсем поправился?» «Со мной всё в порядке давно, короче, я займусь домом и участком, а то смотреть вокруг просто страшно, даже не верится, что раньше дурака валял и ничего не делал, какая ты всё-таки терпеливая, другая бы уже всю плешь своему мужику проела, но ничего страшного, теперь я исправлюсь». В ответ Вера неопределённо пожала плечами, сама она уже привыкла к обстановке и почти не замечала царившего вокруг беспорядка, а в последние дни вовсе не до этого стало. «Ладно, если так хочешь, займись, только не переутомляйся, отдыхай время от времени и переоденься лучше в свою рабочую одежду». Она отыскала в шкафу джинсы и немаркую футболку, эти и некоторые другие вещи остались у неё от одного из прежних сожителей. Переезжая в город, Вера прихватила их с собой. Рассчитывала продать кому-нибудь в деревне, если подвернётся такая возможность. Сейчас одежда как раз пригодилась и размер подошёл. Кстати, пригодилась Олегу и бритва, о которой Вера вспомнила днём раньше. Когда-то дарила её деду, но тот не пользовался подарком, предпочитал свою старенькую, ещё советскую, бритву. Олег с удовольствием занялся ремонтом и наведением порядка в саду. Несмотря на то, что большую часть дня он раньше проводил в офисе, руки у него росли откуда надо, поэтому дело спорилось. Запущенный дом и участок на глазах преображались. Вере не верилось, что бывший начальник всегда такой холёный, стильный, увлечённо роется в ободранном ящике с инструментами, прокладывает дорожки, чинит ветхое крыльцо, обкладывает бордюром грядки, подрезает яблони, переставляет мебель, клеит обои. Будто всю жизнь мечтал заняться именно такой работой. Первое время Вера то и дело уговаривала его отдохнуть, боялась, что Олегу вот-вот станет плохо от всей этой бурной хозяйственной деятельности. Всё же он ещё совсем недавно лежал пластом после травмы, но, видать, и правда обошлось без последствий. Олег порывался навести порядок и в сарае, не подозревая о том, что там под замком находится его собственная машина. Вера его отговорила перенести эту работу на потом, сараев на участке было два, и Олег переключился на второй, заполненный всяким хламом. С одной стороны, Вера радовалась, что наконец-то в доме появился работник, и её жилище преображается на глазах. Ей ведь ещё никогда никто не помогал. Все предыдущие мужчины в основном пользовались ею как партнёршей в постели и не давали взамен ни поддержки, ни любви. Вера привыкла справляться совсем сама, правда, у неё это не слишком удачно получалось. К тому же, всерьёз увлёкшийся работой Олег не задавал лишних вопросов, и было больше шансов, что он ещё долго не вспомнит о своей прошлой жизни. С другой стороны, Вере хотелось как можно скорее завязать с ним близкие отношения, чтобы уже не расставаться, а Олег почему-то не проявлял никаких чувств, хотя и был уверен, что они давно живут вместе. После трудового дня и вкусного ужина моментально засыпал, наверное, ещё испокоительные травяные чаи действовали. Пришлось Вере брать инициативу на себя, поэтому как-то вечером она зашла в комнату, где обитал теперь Олег, и скользнула к нему под одеяло. Разумеется, тот прогонять её не стал, да и какой мужчина отказался бы от привлекательной молодой женщины в полурастёгнутом коротком халатике, которая сама наведалась к нему в постель. После пропажи Олега прошло уже три недели. Надежда отыскать его таяла с каждым днём и стала совсем призрачной. Ирине он снился почти каждую ночь. То, как ни в чём не бывало, появлялся в офисе, то падал в пропасть или тонул в болоте. Но это и не удивительно, ведь днём Ирина постоянно думала о своём начальнике, вот и ночные сны были посвящены ему. И вот однажды ей всю ночь снилось, что она вместе с Олегом бродит по какому-то мрачному посёлку. Улицы с одноэтажными домами превращаются в запутанный лабиринт, глухие дощатые заборы раскачиваются как живые. Они с Олегом пытаются выбраться из лабиринта, но безуспешно. Потом сверху начинают сыпаться камни. Становится абсолютно темно. Ирина пытается догнать Олега, кричит, зовёт его, однако тот не слышит. Вот-вот скроется из вида. Ирина в ужасе проснулась, не могла сомкнуть глаз до рассвета, а потом решила, не откладывая, съездить туда, куда её влекло какое-то смутное предчувствие. Сколько бы не обсуждали предположение, что он отправился в сторону райцентра, Ирина этому не верила. Всё равно упорно считала, что Олег не мог изменить маршрут. Раз собрался решить рабочую проблему, значит, должен был ехать в сторону Васильевского. Ирина не стала дожидаться воскресенья. Позвонила Борису и в первый раз за несколько лет попросила дать ей отгул. Борис очень удивился, но возражать не стал. Ведь за всё время отгулов у Ирины накопилось полно. Просто она раньше о них никогда не напоминала. Ирина вызвала такси и сама отправилась по маршруту Олега. Ей уже всё равно было, что весь его предполагаемый путь много раз проверяли. Откровенно говоря, она просто больше не могла сидеть в четырёх стенах и ждать вестей. Ей представлялось, что иначе она сойдёт с ума. Пусть другие уверяют, что для поиска было сделано всё возможное. Она должна попробовать отыскать решение. Ирина планировала добраться до Васильевского и там снова попробовать расспросить местных. Вдруг кто-нибудь что-то вспомнит. Любая зацепка могла пригодиться. Что если полиция и все остальные упустили нечто важное, а после придётся двинуться дальше, в сторону частных коттеджей. Конечно, там уже будет ещё сложнее что-то разузнать, ведь эти участки надёжно охраняются от посторонних, территория закрытая. Ирина, которая целые дни проводила на работе, а в выходные в основном сидела дома, слабо представляла, как сумеет добыть хоть какую-то информацию. А уж от полицейских расследований точно была далека. Ну, разве только детективные сериалы смотрела иногда. Однако решила положиться на удачу. Очень надеялась, что интуиция её не подведёт. Может, не зря приснился такой сон, и Олег действительно ждёт её помощи. Такси тем временем проезжало мимо глухих заборов вдоль дороги. «Это Васильевская?» спросила Ирина. «Нет, сама деревня немного подальше», отозвался таксист. «Скоро приедем». «А это просто несколько дворов на отшибе». Ирина вряд ли сумела бы объяснить, чем её притягивают старые серые заборы, но не могла отвести взгляд, пока они не скрылись из вида. В деревне Ирина в первую очередь направилась в магазин, стоявший в самом центре. Она рассудила, именно здесь можно хоть что-то узнать. Внутри, кроме продавщицы, находилась ещё и покупательница. Две кумушки увлечённо болтали и на незнакомку не обратили ни малейшего внимания. Ирина тихонько проскользнула мимо них и остановилась возле стеклянной витрины, на которой были разложены упаковки со сладостями, орешками и чипсами. Между тем продавщица, полная румяная женщина с мелкими кудряшками, продолжала беседу. «Ещё не успела тебе сказать, к нашей-то ведьме кто-то в гости прикатил, вот только неизвестно кто». «Да? А я не слышала», отозвалась её приятельница. «С чего ты взяла? Или она сама сказала? Скажет она, как же, я сама догадалась. Просто она стала гораздо больше продуктов покупать, чем раньше. Уже недели две назад я заметила, даже спросила у неё. «А она что?» «Толика глазки опустила?» «Ну что вы, тётя Катя, кто ко мне может приехать? Я ж одна совсем сами знаете. Сейчас просто побольше всего покупаю за раз, чтобы пореже в магазин ходить. Далековато ведь?» А сама наоборот зачистила. «Надо же, скрытная какая!» «Вот и я о том же!» Даже у соседки её спрашивала у Петровны, а та сама знаешь, ничего толком не видит и не слышит. «Странно это всё?» «Ну да ладно, хорошо тут с тобой болтать, но у меня дома дел полно». Покупательница рассчиталась за покупки и вышла на улицу. Ирина дождалась, пока дверь за ней закроется, и обратилась к продавщице. «Здравствуйте, можно мне вон ту коробку конфет?» «Конечно, сейчас пробью». Ирина терялась в догадках, как завязать разговор на интересующую её тему, однако продавщица и сама была не прочь пообщаться. «А вы к кому приехали, девушка?» с любопытством спросила она. «Я вас раньше у нас не видела». «Меня в гости пригласили в коттеджный посёлок», ответила Ирина, «А я как раз подумала, что с пустыми руками в гости нехорошо приезжать, в городе не успела ничего купить, вот смотрю, у вас тут магазин хороший». Ирина не решилась соврать, что приехала к кому-то из Васильевского, продавщица ведь наверняка знала всех местных жителей на перечёт. «Ясненько, но коробкой конфет вы там никого не удивите, но всё равно лучше, чем совсем ничего, а к нам сюда почти никто не наведывается, если только летом кто-нибудь крадни в отпуск нагрянет». «Покупателей значит мало?» «Заходят всё-таки, продукты же нужны». Ирина задала ещё один вопрос, стараясь не выдать, насколько он для неё важен. «Простите, а про какую ведьму вы рассказывали? Я случайно услышала?» Продавщица усмехнулась. «Ой, а вы уж сразу поверили. Мало ли, что я сказать могу в шутку. Никакая это не ведьма, конечно. Бабка её покойная травницей была. Всякие травки муравки собирала, а в прошлом году и внучка этим занялась. К ней наведываются по прежней памяти, ещё бабкина клиентура. И что, правда помогает? Сама я не обращалась к ней, врать не буду. Пожала плечами продавщица. Но люди говорят, что помогает некоторым хорошо. «Надо же, как удачно я к вам заглянула!» Воскликнула Ирина. «А вы не подскажете, где эта травница живёт? Пожалуйста! Понимаете, у старшей сестры проблемы со здоровьем уже давно. Где только не лечилась, никакого толку, ни лекарства, ни уколы не помогают. Мы теперь собираемся народную медицину попробовать». Вообще-то, Ирина не имела привычки врать, да и сестры у неё никакой не было. Однако сейчас подходящая история придумалась моментально. «Да мне не жалко, девушка. Может, и будет польза, кто знает. Только вам назад возвращаться надо будет. Или уж на обратном пути заедете. Это не в самой деревне, а по пути. На машине-то быстро совсем. Заметили, наверное, по дороге заборы высокие. Вот самый первый двор и есть тот дом. Её Вера зовут. Она сама местная, но сразу после школы в город перебралась. Не так давно вернулась. Вам ещё чего-нибудь нужно, кроме конфет? Вот печенье вкусное есть». «Спасибо большое». Ирина купила коробку с дорогим печеньем и ещё какие-то сладости, которые с удовольствием предложила разговорчивая продавщица. Ирина готова была скупить весь магазин, только бы Надежда не оказалась обманчивой. Но что-то подсказывало. Удача на её стороне. Продавщица сложила покупки в шуршащий пакет. Ирина почти бегом выскочила из магазина. Таксист уже заждался. Он слегка удивился, что придётся ехать в обратном направлении, но клиентка всегда права. Машина быстро докатила до нужного двора и остановилась. Ирина даже не успела толком прикинуть, как действовать дальше. Раз Вера скрывает, что у неё кто-то поселился, то не станет раскрывать свои секреты первой встречной. Поэтому притвориться, что приехала к Вере как травнице и на месте попытаться что-то выведать особого смысла не имела. А обращаться в полицию Ирина тоже была не готова. Какие у неё были доказательства? Всего лишь подслушанный разговор двух кумышек в магазине? Никаких фактов, только предположения плюс интуиция. Да и ждать Ирина больше ни минуты не могла. Она должна была проверить всё прямо сейчас, разочароваться в своих надеждах или... Вот только таксист мешался. Впрочем, Ирина всё равно уже решила, что не будет стучать в калитку, точнее звонить, ведь там виднелась кнопка звонка. Ирина сказала таксисту, «Подождите, пожалуйста, немного, я скоро вернусь, если хотите, оплачу прямо сейчас поездку по счётчику». «Ладно, подожду, куда вы отсюда денетесь?» Ирина оставила на сиденье пакет из магазина, потом под любопытным взглядом таксиста обошла двор Веры и скрылась за углом забора. Возможно, ей показалось, что таксист смотрел на неё подозрительно. Скорее всего, он просто подумал, что пассажирке понадобилось в кустике. Ирина надеялась, что на задворках ограждения окажется не таким добротным, найдутся расшатанные доски. Вот только забор был хоть и неказистым, но крепким. Нигде ни щёлочки, даже одним глазком заглянуть во двор было невозможно. Сплошной серый забор выше человеческого роста. А с учётом того, что Ирина была совсем невысокой, задача оказалась сложной. Но заглянуть за забор всё равно как-то надо было. Девушка несколько раз безуспешно попыталась вскарабкаться наверх, только занозы насадила из-за шершавых старых досок, пришлось отправляться на поиски чего-нибудь, что сможет заменить лестницу. Ирина прошла вдоль всех выстроившихся в ряд заборов и, наконец, возле одного обнаружила дырявый бочонок с ржавыми обручами. Кто-то из соседей Веры его выкинул. Сейчас он как раз пригодился. Ирина подкатила бочонок к забору, перевернула вверх дном и залезла на него. Став на цыпочки изо всех сил подтянувшись на руках, Ирина сумела заглянуть за забор. К её удивлению, обстановка на участке была очень даже стильная и современная, хоть снимай фото и отправляй в глянцевый журнал по ландшафтному дизайну. Красивые замощённые дорожки, аккуратно подстриженный кустарник, засыпанные гравием приствольные круги и аккуратные грядки, оформленные бордюрами. Не очень-то всё это походило на обычный деревенский огород. Такое впечатление, что на участке веры как следует потрудился ландшафтный дизайнер. Ирина замерла на своём посту. Честно говоря, она не знала, что предпринять дальше, попробовать перелезть через забор, а потом подобраться ближе к дому, заглянуть в окна, только бы не попасться на глаза хозяйки. Может, всё же лучше было выдать себя за клиентку, позвонить в калитку, зайти во двор, как все нормальные люди, а не карабкаться по заборам. Но в этот момент в тишине послышались шаги. Кто-то с лопатой в руке вышел из-за угла дома. Знакомый силуэт. Ирина впилась в него взглядом, не веря собственным глазам. Неужели всё так просто? Конечно же, это был Олег собственной персоной, в широких джинсах и выленившей футболке, с каким-то непривычно сосредоточенным выражением лица, но это был точно он. Олег! Он повернулся, поднял голову и удивлённо спросил, Ирина, ты что тут делаешь? Я всё-таки тебя нашла! С этими словами Ирина сама не понимая каким образом, но забралась на самый верх забора, будто кто-то её подтолкнул. В обычное время она на такие подвиги вряд ли была бы способна. А сейчас всё произошло само собой. Олег уронил на землю лопату и подбежал к забору. В следующую секунду Ирина оказалась в объятиях Олега. Ира, я так рад тебя видеть, а я, я, я верила, что ты жив. Ирина плакала и смеялась, обнимая своего пропавшего и вновь найденного шефа. А он будто впервые посмотрел на Ирину не как на идеальную сотрудницу, а по-другому. Глаза этой девушки сияли от счастья, и сразу можно было понять, кого она любит всем сердцем. Но было ещё кое-что важное и совершенно непонятное. Олег пробормотал. «Блин, а я-то что тут делаю? Я же ехал к заказчику проверить, что с лепниной напортачили. И потом...» Он осторожно поставил Ирину на землю, огляделся, будто видит этот огород дом впервые в жизни. «Ох, а что со мной случилось?» Перед его глазами словно на экране промелькнули последние события. Только сейчас до Олега дошло, что он столько времени пробыл в чужом доме с чужой женщиной, которая обманывала его, пользуясь провалом в памяти. А эта самая женщина услышала шумы голоса, доносившиеся со стороны огорода. Вера оказалась на месте быстро, практически сразу поняла, её игре пришёл конец, и всё же не хотелось сразу сдаваться. «Олежик, кто это? Как она сюда попала?» У Ирины сжалось сердце. Значит, всё это время Олег просто проводил время с любовницей. Она сразу узнала Веру, как и когда они встретились снова. Неизвестно только, почему Олег не дал знать, что с ним всё в порядке, и не стоит беспокоиться. Что ж, Ирина по крайней мере убедилась, он жив и здоров, а теперь ей здесь больше делать нечего. «Хорошо, я тогда возвращаюсь в город», тихо сказала Ирина. «Передам на работе, что у тебя всё замечательно. С Борисом созвонись, пожалуйста, а то на работе проблемы. И с родителями обязательно свяжись, они с ума сходят от беспокойства. В общем, счастливо оставаться, я выйду через калитку, ладно? Уже нет желания по заборам лазить». Она ступила на дорожку, чтобы направиться к выходу с участка. Олег удержал её за локоть. «Ирина, ну ты чего? Куда это ты одна собралась? Мы с тобой вместе поедем в город. Да, но ты ведь здесь уже поселился и... Я объясню всё. Может, ты не поверишь, но я потерял память после аварии. В жизни такое бывает не только в кино, а потом... Но эта женщина... Вера говорит, что... Мало ли, что она говорит. Пусть сейчас объяснит при тебе, что она устроила». Вера поняла, что её авантюра потерпела крах. Мечта рассыпается на глазах. Рискованная игра закончена, и пытаться продолжать её не имеет смысла. Она опустила голову и тихо сказала. «В общем, да, я всё придумала. Просто так обстоятельства сложились, а потом уже поздно было признаваться. Ты хоть понимаешь, что устроила? А документы мои где и...» «Документы в шкафу спрятаны, сейчас принесу, а машина в сарае, тоже сейчас открою». Олегу так много хотелось высказать этой авантюристке, что буквально слов не хватало. Он чуть не захлебнулся от злости и возмущения. Ирина застыла на месте, широко раскрыв глаза. Ей пока не очень-то верилось в происходящее. Казалось, она угодила в какой-то фильм абсурда. Тем не менее, всё это странное действие разыгралось наяву. Вера потихоньку зашла в дом, потом снова показалась, открыла сарай. «Вот, машина на ходу, фара только разбилась, паспорт, права, всё остальное забирай». Она распахнула дверцу машины, поставила на сиденье пакет. «Твоя одежда, часть денег я потратила, постараюсь отдать, честное слово, всё верну». Она между тем Олег уже начал слегка остывать, характер у него был спыльчивым, но отходчивым. «Да не надо ничего возвращать, я ведь жил здесь у тебя столько времени, считай это платой за проживание. Понимаешь, когда авария случилась прямо напротив моего дома, я подумала, это судьба, всё совпало так удивительно, а дальше уже страшно стало признаваться. Ладно, чего уж теперь?» Откуда-то из кустов выскочил Рекс, с понурым видом приблизился к Олегу, будто бы догадался, что происходит. Олег потрепал его по загривку. «Из-за тебя всё началось, дружище, я теперь вспомнил, но ты ведь не нарочно?» Пёс внимательно посмотрел ему в глаза и замахал хвостом, а Вера уже не могла удержать слёз. Очередная мечта, которая почти стала реальностью, снова рассыпалась в прах. На этот раз ей казалось, что больше у неё не будет никаких шансов. Этот был последним. Сама виновата. «Теперь ты меня будешь ненавидеть?» «Да, виновата только я одна. Врала, хотела использовать тебя, понадеялась на что-то, думала потом, само собой сложится, идиотка. А уже давно пора привыкнуть, что я вечная неудачница, всё время у разбитого корыта. Вот за что мне так не везёт?» «Ты меня спрашиваешь?» удивился Олег. «Нет, конечно, просто... просто...» Вера теперь рыдала в голос. Олег, который не выносил женских слёз, не смог это долго слушать и сказал. «Хватит уже. Что было, то прошло, так уж получилось. Ты ведь меня приютила, ухаживала за мной столько времени. Я всё равно тебе благодарен». «Правда?» схлипнула Вера. «Ну, да». «Ты не очень сильно злишься на меня». «Можешь считать, что не очень. Вообще я мечтал об отпуске, вот и получил отпуск в деревне на свежем воздухе. Правду говорят, надо быть осторожным, когда о чём-то мечтаешь. Мысли материальны». Ирина всё ещё не могла вымолвить ни слова, а Олег уже был готов к отъезду, успел забежать домой и переодеться. «Ну что, до свидания?» Вера утерла слёзы рукавом. «Олег, прости меня, ладно?» «Ты тоже меня прости. Я так на тебя наезжать из-за той дурацкой салфетки». «Сам виноват, ты просто под горячую руку подвернулась». Дальше события развивались быстро. Машина выкатилась из гаража и остановилась на выезде с участка. Олег открыл дверцу и позвал. «Ирина, поехали, нас уже на работе заждались». «Да, я сейчас». Она села на переднее сиденье, пристегнулась. Ей по-прежнему не верилось, что недавний закончился, и Олег находится рядом. Но всё было реально. Они выехали на дорогу. Таксист, скучавший в ожидании пассажирки, заметил её за стеклом в другой машине, высунулся наружу и спросил. «Чего же вы не предупредили, что ждать не надо?» «Ой, простите, пожалуйста, обратно я на другой машине поеду». «Вот такая молодёжь пошла, ничего не помнит», проворчал таксист. «Ладно, у меня уже следующий заказ намечается в городе, а рассчитываться со мной не собираетесь?» Ирина покраснела, вылезла из машины и отдала деньги. Она действительно начисто забыла и о самом таксисте, и о том, что осталось ему должна. Вполне можно понять, совершенно не до этого было. Не успели Ирина с Олегом отъехать и на сто метров, как следовавшая за ними такси засигналила. «Девушка, вы у меня целый пакет со всякими коробками оставили. Что ж вы рассеянная такая?» «Это вам к чаю», крикнула в ответ Ирина. «Спасибо огромное, что довезли меня сюда». Олег улыбнулся. «Похоже, не только у меня проблемы с памятью». «Просто это я от радости ничего больше не помню», отозвалась Ирина. «Ну вот, родителям твоим забыли позвонить». Она вытащила из кармана свой телефон и протянула Олегу. «Звони скорее, они же до сих пор ничего не знают». «Точно». Поговорив с родителями и кое-как убедив их, что с ним и правда всё в порядке, Олег снова взялся за руль. На этот раз поездка обошлась без приключений. По пути Олег успел вкратце рассказать, что с ним случилось три недели назад. А Ирина ввела его в курс дела, что же происходит на работе. «Да уж, съездил к заказчику, называется». Подвёл итоги Олег. «В городе тебе сразу надо будет врачу показаться», сказала Ирина. «Так со мной же всё отлично, сама видишь, можно сказать, в отпуске побывал». «Нет уж, я от тебя не отстану, всегда лучше удостовериться». «Ладно, раз ты настаиваешь, только попозже, ещё надо будет в автосервис насчёт фары, но сначала на работу». Посреди приёмной разгорелась очередная разборка. Анжела пыталась выудить какой-то отчёт у бухгалтера. Правда, сама не очень чётко понимала, что именно ей нужно узнать. Однако громко заявила, «Я хочу видеть финансовую отчётность, а то, может, вы половину выручки в карман кладёте». Бухгалтер, чтобы отвязаться, позвал Бориса. Тот вступил в длинное объяснение с Анжелой, которое постепенно переросло в перепалку. На шум подтянулись остальные сотрудники. Анжела тем временем начала рассуждать о том, как бестолково ведутся в фирме дела. Ещё добавила, что когда оформит наследство, то уволит половину сотрудников и найдёт новых. Ирина и Олег, незаметно появившиеся на пороге, с интересом слушали речь Анжелы, а та уже вошла в азарт и не стеснялась в выражениях. «Да тут все бездельники. Ничего, скоро я наведу порядок. Мой муженёк вас распустил, теперь будет по-другому. А если кому-то не понравится, может увольняться, задерживать не буду». Никто и не заметил, что директор в это время тихо стоит за спинами сотрудников и очень внимательно слушает речь собственной супруги. Поэтому, когда Олег произнёс «Добрый день», приёмную охватил настоящий шок. Дара речи временно лишились буквально все, однако Анжела снова заговорила первой. «Радость-то какая, вернулся всё-таки, а я тут пока старалась, порядок фирме поддерживала?» «Да, я в курсе, ну а теперь все посторонние могут удалиться». Понятно, что посторонней была тут только одна Анжела. Стараясь не показывать, насколько её потрясла неожиданная новость, она проследовала на выход. В компании в тот день никто уже толком не работал, устроили весёлое застолье, отмечали возвращение Олега. Сияющая Ирина, конечно же, сидела рядом с ним за столом. Вот так счастливо завершились злоключения Олега. Само собой, с Анжелой он развёлся как можно скорее. Ну а Ирина теперь не только его секретарь, но и любимая девушка. На фирме уже поговаривают о предстоящей свадьбе. А как сложилась судьба Веры? После недавнего крушения надежд, она была уверена, больше ничего хорошего её не ждёт. И всё-таки сейчас в её жизни тоже намечаются позитивные перемены. Она встретила достойного человека, нового участкового их района, который делал обход дворов, ни разу не женатого, приятной внешности, и он уже без ума от Веры, приглашает её на свидание и носит приятные подарки и полевые цветы. Может, после многих ошибок и разочарований ей всё же повезёт? Всё может быть, но это уже другая история. «Обеда» 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 работа» «Обеда» 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 «Обеда»